Говоря о комбинированных вмешательствах хирургии немелкоклеточного рака лёгкого, я хотел бы ещё остановиться, но мне так показалось, что недостаточно освещена проблема вообще рака лёгкого. Что это рак лёгкого с очень плохим, входит в пятёрки с худшим прогнозом, с максимальной выживаемостью пятилетней до 21% в Японии. Это, если суммировать всех умерших пациентов от рака лёгкого, это, если по данным Соединённых Штатов, это умершие от предстательной железы, поджелудочной железы, молочной железы, ободочной кишки. То есть достаточно грозное заболевание. И самое-то интересное, что, например, в Америке и для женщин, и для мужчин наметилась тенденция к уменьшению заболеваемости раком лёгкого. И это, прежде всего, связано с тем, что активная противотабачная кампания, которая началась, когда рак лёгкого среди женщин начал догонять рак молочной железы в Соединённых Штатах. Начали задуматься, в чём же причина. А вот это, как это называется, маскулинизация, или когда женщины начали курить очень много. И потом началась антитабачная кампания. Зная, что такое кумулятивный риск, кумулятивный риск, это вот это, где-то, вот здесь, кумулятивный риск. Если человек к 75 годам так и не бросил курить, то риск умереть от рака лёгкого у него составляет 16%. Если он бросил в 50 лет, этот риск снижается до 10%. То есть, но есть ещё категория, когда рак лёгкого у никогда не куривших, а из некурильщиков заболевшие 2 трети составляют женщины. И как мы говорим об этой тенденции, которая сейчас всё явно проявляется, никогда не курившие, среди азиатских женщин это до 30% рака лёгкого, когда эти дамы вообще никогда не курили, а мы говорим о курении. Что касается наших тенденций в России, смотрите, как увеличивается количество и заболеваемость раком лёгкого. Ну, что можно сказать отрадно, не характерно для Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге заболеваемость раком лёгкого снижается. Имеет, во всяком случае, тенденцию к снижению. 53 до 60 тысяч в год заболевает раком лёгкого. Причём, вот я хочу обратить внимание, я не знаю откуда выживаемость в Северной Америке 21%, 20% от рака лёгкого. Но это особенность статистики, потому что это оказывается от немелкоклеточного они дали, 21%. А все остальные дали от всего рака лёгкого. То есть, Америка, как всегда, посмотрите, выявляемость 57% в Соединённых Штатах, 57% в четвёртой стадии. То есть, по сравнению с нами, у нас всего 26%. Тут выживаемость почему-то получше. Ну, в любом случае, мне так кажется, это одна из, так скажем, форм обмана, когда статистика в чью-то пользу играет. Ну и вот я повторяюсь уже за Андрея Ивановича, когда Эверт Грэхам в 33-м году выполнил первую пневмонэктомию, это обработка корня, практически перевязал корень вместе с сосудами. И, тем не менее, хирургический метод до сих пор остаётся единственным радикальным методом в лечении рака лёгкого. Но если единственным радикальным вначале это было пневмонэктомия, сейчас это расширенные комбинированные операции, с 90-х годов это видеоэндоскопические вмешательства, это тенденции. Я хотел бы протестировать аудиторию, какие операции могут называться комбинированными. Операция выполнена после химиотерапии, операция выполнена после лучевой терапии, после химиолучевой терапии, или операция выполнена с резекцией смежных органов. Я с четвёртой. Ну, я по-другому и, в принципе, и не ожидал. Это вопрос четвёртого курса, четвёртого курса медицинского университета. Но всё-таки для того, чтобы чуть-чуть проснулся интерес. Это вопрос, на самом деле, действительно коварный. Потому что первое, что хочется сказать, что это после химиолучевого лечения. После химиолучевой терапии, в плане комбинированного лечения. Да, в плане комбинированного лечения. Так вот, это операция с резекцией смежных органов. По классификации оперативных вмешательств при раке лёгкого, комбинированные, называется, с резекцией смежных органов. Также существует и комбинированная, дальнейшая подстратификация этой комбинированных резекций, это по трахе пищеводному типу, Сюда входят резекции корины и пищевода, сосудисто-предсердному типу, левопредсердие крупные сосуды, парето-диафрагмальность грудной стенки диафрагмы и за счет инвазии опухоли параконкрозных изменений. Я бы хотел, если говорить о хирургическом лечении местно распространенного немелко-коррекционного рака легкого, кого и когда оперировать, роль хирургии в лечении Т4 и нужно ли оперировать пациентов с Н2. Но опять-таки мы перешли на классификацию восьмую и вот последние, если вы видите, тренды, последние тренды это просто от состояния первичной опухоли, связано с тем, что по последней классификации седьмой, вот они сходятся все три. И это и была причина для того, чтобы пересмотреть классификацию седьмую в пользу более тонкой стратификации стадии. А в какую стратификацию? Т1 это Т1А, Б и С. То есть в зависимости от размера опухоли Т1С. Т2, Т2 от 3, больше 3 и до 5 сантиметров, Т3 до 7 сантиметров и больше 7 сантиметров это уже будет Т4. И что очень интересно, что инвазия диафрагмы, раньше считалось, что это Т3, но сейчас это считается уже Т4, поскольку прогностически это очень неблагоприятный фактор. Это практически никто не доживает до 5 лет с инвазией диафрагмы. Также это то, что Т4 изменились в зависимости от размера и в зависимости еще от висцеральной плевры. Убрали там инвазию висцеральной плевры. И вот теперь, если посмотреть после внедрения новой классификации, видите, все разнонаправленные тенденции и Си и Пи. И поэтому по сравнению с седьмой классификацией, где тренды Т3, больше получается Т4, они вместе сходились по выживаемости. Поэтому, если мы говорим сегодня о выборе, то понятно, это еще Н, Н практически не изменилось, Н2, Н3. И по М здесь тоже есть стратификация. М1А, это когда опухоль в контрлатеральном легком, отдельные узлы, в перикарде и плевральный выпад злокачественный. Это М1А. М1Б, когда в печени, либо в мозг отдаленные. И М1С, множественное поражение, множественное мультифокальное поражение экстратаракальных метастазов. Если суммировать, то это изменение в Т, изменение в М. Итак, кого мы отберем для комбинированного лечения? Это прежде всего адекватное предоперационное стадирование. Здесь все методы хороши. Рентгенологические, радиозатопные, инвазивные, морфологические. Но я бы хотел обратить внимание на такой достаточно модный метод, как ПЭТ-КТ. Поскольку он отличается, скажем так, высокой информативностью 90-97%. Ну и хотел бы конкретный клинический случай. Пациент 63-х лет выявили периферическую, центральный, по-моему, или центральный, или периферический, умеренно дифференцированный плоскоклеточный рак. Центральный. С контрлатеральным поражением. С контрлатеральным. Это нижняя доля справа. И с поражением по ПЭТ в контрлатеральных, то есть 4L группы. 4L группы. И причем ПЭТ он выполнил в трех местах. В Санкт-Петербурге, дважды в Москве. И везде указывалось в пользу поражения контрлатеральных лимфоузлов. Но я могу сказать, что у нас сомнения какие-то закрались, относительно, несмотря на убедительность и высокое накопление радиоактивной глюкозы. Но вот, что бы вы предложили такому пациенту? Провести химиотерапию, провести химиолучевую терапию, химио-иммунотерапию или хирургическое лечение. Это пациент Т2Н3М0. Но параллельно пока обследовался, у пациента еще начальный рак желудка обнаружили. Но начальный мы на него не обращали внимания просто. Сколько лет пациенту? Пациенту 62 года. Вот сейчас я покажу. Сейчас можно? Предыдущий, давайте еще раз. Вот, 63 года пациента, да, и рак желудка. Поэтому здесь КиАй 67, 95% приличный такой. И Пи-53, 85%. Да, следующий. То есть Т2Н3М0. Какие варианты лечения? Голосование. Химиотерапия, химиотерапия, хирургическое лечение, химиолучевая терапия еще возможно, Н3. Химио-иммунотерапия, если есть возможность. Да, 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 отлично. В принципе, я так думаю, что имея вот действительно СТ2Н3М0 по раку легкого, абсолютно оправдано лечение, скажем, химии или химиолучевая терапия. В зависимости от переносимости, в зависимости от статуса пациента. И что, но мы, поскольку мы не были уверены в том, что это все-таки Н3, мы предложили пациенту следующую тактику. Мы выполняем торкоскопию, мы берем 4Л-лимфоузлы со срочным гистологическим исследованием материала. И при срочном гистологическом исследовании оказывается, что это Н0. Пациенту выполнили расширенную нижнюю лобэктомию справа. Оказалось, ПТ1Н0М0. И пациент уже, это было в течение 4 лет, получается, без признаков прогрессирования. И подслизистая резекция желудка выполнена. Тоже у нас в институте. И пациент живет без признаков прогрессирования. А так вот Н3, это, конечно, уже и диагноз, и стадия, и в принципе, и прогноз. Поэтому к новомодным и высокоинформативным методам нужно тоже относиться критически. Поэтому вот такой посыл, демонстрируя этого пациента, мне хотелось бы донести до аудитории. И что же делать при Т4? Понятно, что медицинальная лимфдисекция, она может быть в различных вариантах. Но она называется ипсилатеральная с контрлатеральной. Это стандарт. Почему? Потому что при опухоли меньше 2 сантиметров, при опухоли меньше 2 сантиметров, частота поражения каждый десятый уже с Н2 статусом. Поэтому вот здесь никаких вопросов нет, выполнять или не выполнять лимфдисекцию. Конечно же, выполнять в полном объеме, как показано, хотя бы, чтобы понять, какая это стадия у пациента. И предиктивные прогностические факторы, сметно распространенные опухолью. Это радикальность резекции, количество анатомических структур, вовлеченных в опухолевый процесс, эффективность индукционной терапии, состояние внутригрудных лимфоузлов, объем операции на легочной ткани и пол пациентов. Но вот то, что касается лучшими из комбинированных резекций, считается при врастании опухоли в перикард, легочные сосуды, верхнюю полувену, левое предсердие и карину трахеи. А неблагоприятным является инвазия в пищевод, позвоночный столб, отсевы по плевре и перикарду и множественные метастазы в лимфатических узлах средостения, то есть множественное Н2. Мы обладаем опытом комбинированных резекций в 382 случаях. При этом трахеобронхиальные резекции это 117-113, но вот здесь 117 это опубликованных, которые в 2017 году. 117 резекций карины в различных вариантах. Но могу сказать, что одним из наиболее сложных является, конечно, верхняя лобэктомия с циркулярной резекцией бифуркации трахеи, с формированием анастомоза. Это левосторонняя пневмонэктомия с бифуркацией трахеи, правосторонняя схема верхней лобэктомии в 17 случаях, двухманжетная или двухрукавная или Y-образная реконструкция типа штаны в различные сроки после операционного периода, после с инвазией бифуркации трахеи ствола легочной артерии со стентированием, со стентом, после фотодинамической терапии, после наэдювантной химиотерапии. Это этапы протезирования верхней полой вены, видно, что верхняя полая вена вовлечена в стент в левом главном бронхе, резекция бифуркации трахеи, миопластика. И это уже конечный вид, как пациент с верхней долей, с раздутой уже верхней долей, это в отелектазе еще без вентиляции, это уже с вентилируемой верхней долей. Пациент 33 года жив без признаков прогрессирования, при якобы, при такой массивном распространении. Т4, протезирование верхней полой вены. Поэтому здесь говорить о том, оперировать или нет, если говорить о все, о коренальных резекциях, сейчас мы довели ее до абсолютно приемлемых по несостоятельности и летальности. Ну вот на 90 резекции с 2003 года, на 90 резекции бифуркации трахеи у нас 7 летальных случаев. Это 7%, меньше 7%. Поэтому 7,7, по-моему, чуть больше. Это сопоставимо вообще с пневмоноктомией, потому что после пневмоноктомии все мировые сообщества считаются, что приемлем 10% летальности. У нас резекция бифуркации трахеи меньше, чем при отдаленных результатах 5-летней выживаемости в 30%. 30% каждый третий избавляется от полностью, избавляется от злокачественного образования. Сосудистопредсердной резекции 202. Резекция левого предсердия в 53 случаях, резекция правого предсердия в 2 случаях, 105. Резекция с пластикой легочной артерии, циркулярной в 69 случаях, резекция пластика верхней половой вены с протезированием 23, краевая резекция в 17 случаях. Тоже с приемлемой 7,4 летальностью, вполне приемлемой для такого комбинированных вмешательств. Пациент с резекцией предсердия, аппарат на предсердие, видно, что без проксимального легирования опухолевый эмбол, который выведен, скажем, из левого предсердия. Это пациент с циркулярной резекцией бифуркации трахеи, с протезированием в правое ушко, ушко правого предсердия, поскольку устье было вовлечено в опухолевый процесс. И с резекцией левого и правого предсердия, с резекцией бифуркации трахеи. Здесь другая комбинация, брохопластические резекции. Здесь мы обладаем опытом 252 брохопластических реконструкций, 157 справа, слева в 95 случаях, с резекцией артерий, ствола легочной артерии. Причем выживаемость пятилетняя, которую мы актуриальную посчитали, она оказалась выше, чем у сопоставимой группы после пневмонектомии. При этом пневмонектомия сама по себе, она сопровождается в течение 5 лет. По нашим данным, у 10% больных после пневмонектомии пациенты умирают не от прогрессирования опухолевого заболевания, а от сердечно-сосудистой недостаточности вследствие развития хронического легочного сердца. А по зарубежным данным до 25% в течение 5 лет больные после пневмонектомии умирают. Как альтернатива брохопластические резекции, они, конечно, и с точки зрения онкологических критериев абсолютно адекватные. При этой диафрагмальной резекции с резекцией диафрагмы в 18 случаях. И с пенкоста, как по массаоке, по заэрбруху, это этапы оперативного вмешательства с удалением тел позвонков, с резекцией грудной стенки, протезированием тел позвонков. И второй вопрос, который я хотел бы поднять, нужно ли оперировать пациентов с Н2 статусом. Ну, прежде всего, давайте разберем. Понятно, что вот если говорить, что Н1 выживаемость лучше, чем Н2. Никто с этим, наверное, не будет спорить. Давайте разберемся, попытаемся, что же такое Н1 и что Н2. 12 групп, так, стратифицированных лимфоузлов. Так вот, Н1, это когда 12 группа поражается. Так вот, темным это Н1, в каких случаях поражается с Н1. И серым цветом это когда Н2. Но вот этот график более приемлем. Смотрите, при одиночном поражении, если один лимфоузел, чаще все-таки в 85 случаях поражаются Н1 группа. А всего в 20%, ну, 30%, когда один узел при Н2. Если 3 и больше, смотрите, да, дальше там. Так вот, если взять одиночное поражение стратификации Н1 и одиночное поражение стратификации Н2, одиночный узел Н1 и одиночный узел Н2 живут одинаково. А вот множественное поражение Н1 и Н2 живут одинаково плохо. Поэтому вопрос не в Н1 или в Н2, а в количестве пораженных лимфатических узлов. И поэтому существует так называемый еще скип метастазы, прыгающие метастазы. Так вот, здесь выживаемость, если есть поражение Н2, ну, без Н1, то они живут лучше. Практически в два раза, пятилетняя выживаемость. Поэтому, вот говоря об Н1 и Н2, я бы еще и обратил внимание на эту очень интересную публикацию, что такое Н1 для верхней доли. Например, вот Мацунада, да, они проанализировали с точки зрения пациентов, когда верхняя доля и паратрахиальные лимфоузлы, верхняя доля слева паратрахиальные лимфоузлы, нижняя доля бифуркационные, и они эти группы назвали альфа. А если верхняя доля с метастазами в нижнюю, в бифуркационные, если нижняя доля в паратрахиальные, нижняя в паратрахиальные, тогда они назвали бета. То есть, эта логика, это уже за пределами обычного метастазирования. И оказалось, что альфа, вообще вот эта общая выживаемость, которая альфа, живут, пятилетняя выживаемость больше 35%, а бета никто не пережил 2 года. Поэтому, когда мы говорим о метастатическом поражении лимфоузлов средостений, я все-таки еще бы чуть-чуть задумался, какой это узел, он одиночный и к какой группе относится, к альфа или к бета. Так вот, и тогда можно просто отказать пациенту в радикальном лечении, который можно вылечить. Это если 30%, то каждого третьего можно вылечить, даже с N-статусом, но отобранная группа. Комбинированная и комплексная терапия, и мы обладаем здесь тоже огромным опытом, и у нас выполнена работа по лечению 150 пациентов с третьей А, с третьей Б и увеличение пятилетней выживаемости до свыше 5% после химио-лучевой терапии. И я хотел бы теперь вот сказать, задать вопрос. Какому больному вы предложите комбинированную резекцию? Первое. Это пациенту после наидевантной химиотерапии с частичным регрессом, Т4 с N2, одиночный узел, с инвазией перикарда. И второй пациент, гипотетически, после наидевантной химиотерапии, со стабилизацией опухолевого процесса, Т4-N2, множественное поражение, с инвазией диафрагмы. Есть ли и кому-то и предлагать? Или вообще, надо было еще третий поставить, никому не предлагать. Голосование? У нас мигает просто, у нас нет возможности. Говорит НМИЦ онкологии. Нет, вон есть все, да. Предложите комбинированную резекцию. Да нет, ну да. Одиночный узел, множественное поражение. Вы, наверное, вот так. Да, да, вот это более-менее, наверное, правильно. Одиночный узел с инвазией перикарда, поскольку прогностически это более благоприятная ситуация. И одиночный узел без, да, одиночный узел, чем множественное поражение. И следующим слайдом, я хотел бы сказать, что у нас еще в перспективе много вопросов. И я так думаю, большие перспективы в хирургии местно распространенного рака легкого, связанные с появлением новых агентов противоопухолевых, таких как таргетная терапия, как иммунотерапия. Я так думаю, может быть, химия-иммунолучевая терапия, химиотерапия с новыми препаратами. И мы, конечно, готовы оперировать всех, кому... Но основная парадигма, скажем, предложения пациенту сложного, и травматичного вмешательства, конечно, заключается в том, чтобы впереди у пациента был просвет, ну, была бы перспектива. Если у пациента этой перспективы нет, конечно, подвергать пациенту сложнейшему оперативному вмешательству, наверное, это и неэтично. И я хочу сказать, с учетом появившихся новых тенденций, и, наверное, мы готовы выглядеть очень хорошо, но нам понадобится помощь, помощь химиотерапевтов и, может быть, радиологов. Спасибо большое, Евгений Владимирович. Тут не хватает бурных аплодисментов. И я хочу сказать, что я никогда не забуду ту фотографию, когда на фоне рентгенологического снимка вы демонстрировали окно. То есть возможности хирургического лечения благодаря... Ну, я думаю, даже в ряде случаев настолько велики. И в большей части вы также продемонстрировали, определяется биология опухоли. И тут я хотела бы сказать, что прежде всего надо каждому пациенту подходить индивидуально и разбирать на мультидисциплинарной команде. А Санкт-Петербургский онкологический центр готовы? Мария Леонидовна, готова задать вопрос? Да, у меня один будет вопрос, Евгений Владимирович. По поводу того, чтобы мастер оперировать местно распространенные опухоли легкого, мы знаем и мы восхищаемся вами. Но вот вопрос такой. Наверное, даже больше клинический случай. Пациент абсолютно сохранный, 65 лет, Т4Н2М1, в результате чего, собственно, изначально был отправлен к нам на лечение без активирующих мутаций по гистологическому исследованию плоскоклеточный тип. На фоне лечения, проведения трех курсов химиотерапии, у него отмечается полный регресс метастатических очагов в печени и в надпочечниках, и частичный регресс отмечается первичной опухоли. Собственно, на основании этого вопрос. Насколько вообще целесообразно таким пациентам, у которых полный регресс метастатических очагов, частичный регресс первичной опухоли, предлагать рассматривать возможность хирургического лечения? Или же все-таки мы таким пациентам говорим, ну, давайте мы вот с вами закончим отведенные 6 циклов и будем наблюдаться? Ну, я бы подумал, наверное, все-таки относительно, если 64 года, и насколько все-таки объем резекции сопряжен с рисками. Если объем резекции – это просто лобоктомия, но не пневмоноктомия, тогда и от локализации опухоли. Если это периферическая опухоль, я бы подумал, может быть, о стереотоксической лучевой терапии. Здесь радиологи, радиологи, радиологи здесь вот при нынешних возможностях стереотоксической лучевой терапии абсолютно адекватны хирургическому лечению. Но пока вот Андрей Иванович же говорит, что очень осторожно они подходят к центральным опухолям. И здесь действительно есть свои ограничения, поскольку риски перфорации бронхов, сосудов, они остаются. Поэтому вот здесь я бы не исключал такой возможности, но нужно все взвесить 10 раз. Взвесить, во-первых, насколько убедительен полный эффект по отдаленному метастазированию. То есть выполнить ПЭТ-КТ однозначно. Если не накапливает… Было? Было выполнено, да? Нет, ПЭТ-КТ мы не делали, просто вот он пришел. Ну вот по-хорошему, по-хорошему, по ПЭТ-КТ, если нигде ничего, но во всем мире, извините меня, производится рестадирование после проведенного лечения. И тогда стадия после химия-лучевой терапии может с четвертой перейти именно во вторую. И тогда мы имеем и все юридические права на выполнение операции по поводу второй стадии. И поэтому, в принципе, ожидать полного эффекта от химиотерапии первичной опухоли, наверное, маловероятно. Это редкость, вот первичная опухоль, да. В печени были недостаточно, почему они исчезли, а первичная опухоль нет. И в надпочечниках, да. Поэтому вот здесь, вы знаете, мы сейчас работаем, не знаю, наверное, вы тоже работаете по протоколам, когда Н3 статус мы должны подтвердить, прежде чем начать химио-лучевую терапию. Химия-иммуно-лучевую терапию. И когда поражение контрлатеральных лимфоузлов, ну вот у нас уже, наверное, 3 пациента прошло, по ПЭТ свечение контрлатеральных лимфоузлов. Формально вроде бы как все есть, но мы должны еще морфологически подтвердить. Не всегда это доступно для ЭБУС, скажем, трансбранхиальной. И тогда мы выполняем торкоскопическую биопсию контрлатеральных лимфоузлов. Ни в одном из трех случаев мы не подтвердили, что это метастатическое поражение. Так что по ПЭТ наличие контрлатеральных лимфоузлов еще не значит, что это действительно поражение. Поэтому нужно рассматривать, нужно смотреть, еще все зависит от настроения пациента, от настроя пациента. Если пациент настроен на просто продление, так скажем, своих, свои возможности побыть в этой долине жизни, ну это один вопрос. А когда он настроен более радикально, ну может быть тогда и стоит еще и разговаривать с ним. И вообще думать об этом. Хорошо, спасибо большое. Да, будьте добры, Краснодар, подключите, пожалуйста. Так, у вас вопросы к Евгению Владимировичу. Уникальная возможность. Сейчас потом Архангельс, да, я вижу обязательно. Действительно, Евгений Владимирович, благодарим вас за доклад. Значит, у нас вот тут в ходе дискуссии нашей местной такой возник вопрос по поводу целесообразности удаления единичных очагов отдаленных при М1. Ну, например, если у нас стадия, скажем, там, Т2Н0М1, крайне редко встречающаяся, наверное, но все-таки целесообразность есть? Конечно, это считается, это называется, даже имеет свое название, олигометастатическая болезнь, когда один метастаз и всего он один. То есть, это не множественные очаги метастатические, а один очаг, который один метастаз, например, в головной мозг. Сейчас даже это не обсуждается, да, поскольку если у пациента есть метастатическое поражение головного мозга, оно несет большую угрозу, чем наличие самой первичной опухоли, почему это либо это стереотаксис, либо это, извините меня, будет хирургическое лечение. Точно так же и надпочечник, одиночный очаг, надпочечник тоже, извините, тоже считается, и это же не просто слова, это уже и работы проведены, и уже доказано, что при олигометастатической болезни локальный контроль, будь это хирургическое лечение, либо лучевая терапия, он оправданно приводит к увеличению общей выживаемости. Это уже, это доказанный факт, и если это один очаг, то этим нужно заниматься. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, теперь Архангельск, Михаил Юрьевич. Михаил Юрьевич, да. Слышно ли меня? Да, да. Я позволю себе небольшой комментарий вначале, а потом вопрос задам. По официальной российской статистике, в тех сборниках, которые издает институт Нигерцена, 39% больных раком легкого оказывается получают радикальное хирургическое лечение. Зарубежные оценки гораздо более скромные. Мне вот недавно встретилось эпидемиологическое исследование из Англии, где в среднем 10% больным радикальное хирургическое лечение при раке легкого оказалось сделать возможным. Я думаю, что эта цифра более близкая к реальности, поскольку больные раком легкого намаливают свою болезнь и уже становятся больными с кучей других сопутствующих заболеваний, больными раком легкого. Так вот, в этом исследовании очень интересно. Оказалось, что в тех регионах, где чаще применяли хирургическое лечение, оно не приводило к улучшению общей выживаемости больных. В то же время, там, где его применяли примерно в 13-14% случаев, это однозначно улучшало результаты общего лечения, вернее, эпидемиологического выживаемости, скажем так. То есть это говорит, в первую очередь, о том, что хирургическая агрессивность, но умеренная, должна, скажем так, возблагодаряться. Скажите, пожалуйста, вот в связи с тем, что появился достаточно мощный лечебный подход, о котором сегодня уже говорили, да, это сочетание химиолучевой терапии с иммунотерапией при третьей стадии рака легкого, скажите, не ограничивает ли это, ну, скажем так, возможности агрессивного хирургического подхода? И видите ли вы здесь возможности проведения какого-нибудь рандомизированного исследования, которое, в общем, расставило все точки? Ну, я могу сказать, да, насчет цифр 37%, которые в России оперируются, где-то там закралась такая обидная ошибка, потому что в России операбельными принято считать 10, максимум 15% из выявленных больных раком легкого. Поэтому вот то, что публикуется, то, что публикуется, где-то там закралась какая-то досадная ошибка. Максимальное количество операбельности, операбельных случаев, это в Японии до 50% больных оперируются, и там вы видели, я вам показал, 21% пятилетней выживаемости, больше всего в мире. Поэтому относительно того, что подход хирургический не приводит к увеличению выживаемости, вот он сам по себе чуть-чуть неверен. Хирургический метод при ранних стадиях приводит к увеличению выживаемости. Переходя ко второй части вашего вопроса, я практически уверен, это мы сейчас обходим, подходим пока, я практически уверен, пройдет 3 или 5 лет, и при 3 А, 3 Б стандартом будет химия-иммуно-лучевая терапия с последующим хирургическим вмешательством. Поскольку вот только такая стратегия, просто химия-лучевой терапии оказалась недостаточно, это вы знаете. Химия-иммуно-терапия, да, химия-иммуно-лучевая терапия и химия-иммуно-терапия в предоперационном воздействии, я думаю, это очень действенный фактор. У нас есть уже опыт операции после иммуно-терапии. После иммуно-терапии, когда якобы опухоль начала увеличиваться, вроде бы увеличиваться после иммунизации в течение около полутора лет. В Израиль пациент летал-летал, летал-летал, иммунизировался, иммунизировался, а потом вдруг у него обнаружились метастазы в головной мозг. Метастазы в головной мозг. Мы выполнили стереотоксическое облучение головного мозга. И после лучевой терапии понятно, что на гормонах у него начала увеличиваться в средостении. ПОПЭТ позитивная. Увеличивается та опухоль в средостении, которая у него была. Опухоль с инвазией верхней полой вены. И пациент просто настоятельно попросил, потому что сам понимал, что увеличивается. И мы выполнили ему брохопластическую верхнюю лобоктомию с резекцией протезирования верхней полой вены. Вот этот весь конгломерат, который вовлекал верхнюю полую вену, с претрахеальным конгломератом лимфоузлов, балками, мы все удалили. И что там? Полный патоморфоз. Мы были очень удивлены, когда наши морфологи дали полный патоморфоз. Поэтому даже сейчас и критерии совсем другие к оценке эффекта после иммунотерапии. Не всякое увеличение на иммунотерапии можно рассчитывать как прогрессирование. Поэтому мы сейчас на пороге изменения стандартов. И поэтому многие фармацевтические компании направили сейчас свои взгляды. И посмотрите, кого они предлагают вовлекать в эти рандомизированные исследования. Третья А, третья Б стадия. И если заглянуть вперед, я боюсь оказаться оракулом, так скажем. Но мне так кажется, что первую стадию у нас заберут радиологи. И поэтому я абсолютно спокойно к этому, я без всякого сожаления. Я понимаю, что пациенту провести три сеанса лучевой терапии по поводу периферическое образование, это сопряжено с меньшими рисками, чем выполнять лобоктомию. Какая бы она там ни была, лобоктомия, сегментоктомия, все равно это инвазивная процедура. Стереотоксическая лучевая терапия это абсолютно адекватная альтернатива. А то, что касается уже местно распространенных стадий, я думаю, что мы еще придем к тому, что это будет стандартом химия иммунная, либо химия иммунная лучевая терапия при третьей А, третьей Б стадии. И у нас уже есть собственный опыт и впечатление от химии иммунотерапии перед операцией. После двух эксплоративных, мы прооперировали двух пациентов после эксплоративных торакотомий. 90% опухолевых клеток погибли. Всего 10% это где, при какой химиотерапии мы видели такие результаты. Никогда такого не было. А как известно, чем выраженнее патоморфоз, тем лучше и отдаленные результаты. Поэтому я абсолютно оптимистично смотрю вперед. Предлагаю всем хирургам не зацикливаться на выполнении минимально инвазивных сегмент-эктомий, а наоборот совершенствоваться в выполнении комбинированных резекций, потому что они будут востребованы. Спасибо большое. У нас еще один вопрос из Минска. И мы переходим к обсуждению клинических случаев. Уважаемые коллеги, спасибо. Очень интересная конференция. Вопрос. Какова частота бронхиальных фистул при бронхопластических операциях? Ну, значит, тогда скажу. На 252 резекции у нас 7 бронхоплевральных фистул. Посчитайте сами. На 252 выполненных бронхопластических резекций. Вы уже посчитали, скажите. Нет, я не буду считать. Вы посчитали сами. Это меньше 2%. 7 на 252. 7 на 252. Да. 2,7. 2,7. Это фистула. Поэтому это минимум, но там есть нюансы. Это не просто формирование межбронхиальных анастомозов. Мы всегда практически укрываем мышечным лоскутом на сосудистой ножке. И, может быть, не полностью циркулярно, но отграничиваем от артериального ствола. Это самые большие риски. Несет несостоятельность в области артериального ствола. Поэтому эта операция менее опасна, чем пневмонектомия. И поэтому мы выполняем резекции бронхопластические даже пациентам, которые могут перенести пневмонектомию. Потому что качество жизни совсем другое. Пациенты, я сказал, что по нашим данным, 10% они погибают после пневмонектомии. Погибают не от прогрессирования опухолевого процесса, а от того, что у них выполнена пневмонектомия. Это калечащая операция. Она должна быть выполнена только в определенных ситуациях. Поэтому бронхопластическая, она является бронхангиопластическая, бронхопластическая. Это операция, которая должна заменить пневмонектомию.